Добро пожаловать в финал битвы брендов! Ура! Мы наконец-то дошли до этого момента и сегодня я подведу итог по пяти карандашам, которые участвовали в этой битве. Если вы всю эту серию пропустили и сейчас не понимаете, о чем речь идет, то я вам советую пересмотреть все выпуски, которые выходили с понедельника по пятницу на прошлой неделе. Я вам обязательно под буквочкой I оставлю ссылку, чтобы вы смогли легко найти эти видео. А вообще, в принципе, я хочу поблагодарить в первую очередь тех, кто следил за этими выпусками, кто смотрел их каждый день, кто каждый день комментировал. И если вам эта серия понравилась, я, конечно же, готова продолжать ее в будущем. Обязательно сообщите мне, на что бы вы хотели посмотреть в будущем битву бренда, будь то тональные основы, консилеры, я не знаю, румяна, да что угодно. В принципе, называйте любую категорию. Я посмотрю, какая категория наиболее часто запрашиваемая и из этого сделаю выводы. И обязательно скажите мне, какие бренды вы хотите видеть. Возможно, для вас есть какие-то наиболее актуальные, и будь то бюджетные, или люксовые, или профессиональные бренды. Вот скажите, в какой категории вам интереснее всего смотреть такого рода битвы. И я понимаю, что это вступление занимает целую вечность, но мне хочется немножко с вами пообщаться. И я знаю, что миллион вопросов, 100% будет про этот макияж. Я не знаю, что на меня сегодня нашло. Наверное, весна, или, я не знаю, может, во сне ко мне приходил дух Наташи Диноны и покусал меня, потому что она обычно такого рода макияжа делает. А я уже миллиард лет просто не делала такие макияжи. И я уверена, что многие будут спрашивать, что это, как это вообще, каким образом это было сделано. Сразу скажу, обычную вот форму, которая более коричневая, там, коричнево-черная вокруг, я делала всем, что под руку попадало. То есть, вот, тени Colourpop у меня, Рафилы. И также я много использовала вот эту вот палетку от Makeup Revolution, потому что в ней для базовой формы как раз-таки все есть. Но то, что больше всего привлекает ваше внимание, было из палетки Mascara Juice Place. И там я использовала влажным способом вот этот вот оттенок на центр века. И вот этим вот краем я растушевывала уже с матовыми тенями. Вот, собственно, и все. Фух, со вступлением у меня наконец-то все. Давайте теперь переходить к присуждению мест. На пятом месте, как это ни печально, но я думаю, вы уже, в принципе, догадались, если вы следили за всей этой серией. На пятом месте у меня карандаш от Bourjois. Здесь было несколько проблем, с которыми я столкнулась. Во-первых, этот карандаш нетипично пигментирован для карандаша для бровей. Обычно карандаши для бровей менее пигментированы. И вот как раз насыщенная пигментация, это далеко не самое хорошее свойство для карандаша, потому что мы хотим все-таки более какой-то правдоподобный эффект в бровях создавать. А если нам уже нужна гипернасыщенность, то здесь скорее мы обращаемся уже к помадкам для бровей. Но все бы ничего, если бы не вот эта вот ужасная щеточка, которая здесь идет в комплекте. Если бы они сделали какую-то стандартную щетку с другой стороны, типа вот такой вот, я думаю, я бы смогла нормально с этим карандашом сработаться. Но, к сожалению, вообще никак. Этот карандаш у меня получил всего лишь 15 баллов. Я ему очень много сняла баллов за дизайн и за нанесение. У меня получились очень широкие брови, причем ненамеренно. Я не хотела делать их настолько широкими, но из-за того, что я их не могла нормально прочесать этой щеточкой, у меня получился очень такой, брежнев отдыхает, скажем так, вид. И еще усугубило все тем, что этот карандаш слишком для меня был теплый. То есть, реально, если сравнить кадры всех видео, то в видео с буржуа у меня такие конкретно рыжие брови по сравнению со всеми остальными. Четвертое место я присуждаю карандашу от Lumine. В принципе, по баллам он набрал ровно столько же, сколько и буржуа, но этот, по ощущениям, я хочу все-таки поднять на четвертое место. То есть, они не разделяют пятое место. Все-таки для меня буржуа, по ощущениям, это пятое место, а Lumine четвертое. Ему я сняла баллы за дизайн, потому что это довольно банальный дизайн, скажем так, для такого карандаша. Но все равно, при том, при всем, что он такой банальный, все равно пользоваться этим карандашом было гораздо удобнее, чем буржуа. За что я тоже сняла баллы этому карандашу? Это за то, что он не очень хотел держаться на коже. Те места, которые были у меня с проплешинами, при растушевке эти проплешины снова появлялись. И поэтому нужно было немножко с ним больше поиграться. Но зато у этого карандаша достаточно уникальный цвет. Он такой вот серо-коричневый. Если у вас холодный цвет волос, то присмотритесь к этому карандашу. Я думаю, что он может вам понравиться. Этот карандаш очень хорошо себя, в принципе, показал. Ничего ужасного он с бровями не делает. Поэтому четвертое место, это вполне для него достойный результат. На третьем месте с оценкой 18 баллов у меня карандаш от Max Factor. Тут, в принципе, с ним опять-таки все очень хорошо, за исключением того, что всего три оттенка в линейке представлено. То есть далеко не каждый сможет себе найти то, что ему подходит. И это очень жалко, потому что если бы было оттенков хотя бы штучек 5, тогда бы, наверное, этот карандаш сразу поднялся бы еще выше. И еще я сняла ему балл за дизайн, потому что здесь достаточно все-таки широкая щеточка для такого миниатюрного карандаша. Буквально бы на миллиметр ее сделать меньше, и тогда бы она не пачкала кожу вокруг брови, когда растушевываешь. А так совсем слегка может все-таки пачкать. Но в целом карандаш отличный. Если вы найдете в нем тот оттенок, который вам подойдет, а, кстати, здесь вот оттенок, который называется Deep Brown, он более холодный, то есть я в нем вижу намного больше такого серо-коричневого, нежели какого-то теплого коричневого. Поэтому, опять-таки, если ищете холодный цвет карандаша именно в таком темном оттенке, то вот, опять-таки, можете присмотреться. Два оставшиеся карандаша, а именно Гош и Вивьен Сабо, набрали одинаковое количество баллов, а именно 19. Они практически идеальны по всем характеристикам. Единственное, у Гош я сняла 1 балл за растяжку оттенков, хотя она там, в принципе, достаточно хорошая. Единственное, чего мне не хватило, это оттенка Blonde. Но если вы не натуральная блондинка, и вам не нужен именно такой светлый, а какой-то песочный карандаш, то в Гош вы, скорее всего, найдете что-то, что вам подойдет, потому что у них есть и теплые оттенки, и нейтральные, и холодные. В принципе, в этом плане хорошая растяжка. Что отличает эти два карандаша и просто кардинально? Это то, как они в итоге выглядят на бровях. И мне кажется, что они достойные кандидаты вот обеих этих категорий. И я вполне могу сказать, что эти два карандаша заслуживают первое место. Просто Гош, он создает более насыщенный эффект. Такое впечатление, что это что-то среднее между карандашом для бровей и помадкой для бровей. А Вивьен Сабо это просто максимальная натуральность. Вы, если этот карандаш возьмете даже с просони и кое-как где-то что-то там нарисуете и забудете растушевать, все равно брови, скорее всего, у вас будут выглядеть фантастически. Он очень натурально выглядит. Я не знаю, как ему так удается, что он даже без растушевки. Я, кстати, это видео показывала. Я просто пару раз вот так вот прошлась по бровям, даже не растушевывала. И при этом брови выглядели вообще просто отлично. Если вы пропустили это, обязательно посмотрите это видео про Вивьен Сабо. Вот это, наверное, самый максимально натуральный карандаш, который мне только приходилось встречать. Также Вивьен Сабо делает 4 оттенка всего. И все они в целом достаточно удачные. То есть там есть как совсем светлые для блондинок цвета, так и очень-очень темные. Поэтому смотрите, подойдет ли вам по подтону. Посмотрите свочи. Но это очень хороший вариант. И мне также нравится этот лаконичный дизайн. Вот здесь как раз щеточка буквально вот может на полмиллиметра меньше. И она здесь как заостренная к концу. То есть такая вот как елочка немножко. И из-за этого ей намного удобнее тоже прочесывать брови. В общем-то потрясающий карандаш. Абсолютно всем могу его советовать. Кто ищет легкость нанесения и натуральность на бровях. Если вы ищете что-то более насыщенное, то обратитесь в Гош. Скорее всего вы там найдете то, что вы ищете. Ну вот собственно и все. Все места я распределила. Но кстати я тоже хочу добавить, что независимо от того, какие я оценки ставлю, я всегда стараюсь достаточно объективно подходить к обзору. И перечисляю те или иные характеристики. Если что-то для вас показалось как раз тем, что вы искали, но при этом у меня этот карандаш не набрал там какое-то высокое количество баллов. Не обращайте внимания все равно на мой обзор. Смотрите по факту, что вам нравится. Возможно то, что мне не нравится, это то, что вы искали. Поэтому в первую очередь смотрите все обзоры. Смотрите нанесения. Смотрите, как в итоге смотрится карандаш в бровях. И выбирайте то, что ближе вам. Как я и сказала, я очень надеюсь, что эта серия видео вам понравилась. Если так и было, конечно же поставьте ей палец вверх. И не забудьте написать, что бы вы хотели увидеть в будущих видео. То есть какую категорию вы бы хотели видеть в будущих видео. Если вы здесь впервые, конечно же подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать вот здесь вот. Также в уголке вот там вот внизу я вам оставлю плейлист со всеми видео из серии Битва брендов. Чтобы вы смогли пересмотреть абсолютно всех конкурсантов в действии, если вы вдруг что-то пропустили. А у меня на этом все. И мы с вами увидимся в следующем моем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok